то, видите, продукты обладают зеленой пыльностью, она в поверхности держится, то абрексил практически мгновенно растворяется. Такая же проблема, кстати, есть часто с растворением аминокислот и других продуктов, а по кристаллу просто выпадают в осадок, они на дне очень часто стапливаются. По микроэлементам, по цинку. Дело в том, что тут разные люди собрались, кто выращивает овощи, кто выращивает полевые культуры, кто-то выращивает ягоду. Сложно подобрать набор картинок по всем культурам, которые выращиваются, но я вам так скажу, что практически культур, которые проявляют дефицит цинка в Украине, я так не встречал за исключением кукурузы. Кукуруза действительно является цинколюбивым растением, но в почвах Украины нет таких зон с явно выраженным дефицитом цинка. Постегоньку, учитывая, что все выращивают кукурузу в соответствующих областях, но цинка вносят мало, доступный цинк выносится, выносится, его становится все меньше и меньше. Но пока это не стало трагедией. Цинк отвечает, у него несколько функций, он является прекурсором ауксина, то есть в растении не состояние вырабатывать свой собственный гормон роста ауксин, если есть скрытый дефицит цинка. То есть фактически дефицит цинка сдерживает рост. И цинк отвечает тоже за формирование корневых волосков, то есть развитие корневой системы. Частично, конечно, регулирует стрессы, вызванные низкими температурами, но с такими явными дефицитами цинка, чтобы вам показывать картинки, я не сталкивался. Но у нас есть в наличии препарат, который называется бриксиоцинк. Основные его объемы идут на внесение на кукурузе, и частично те, кто выращивает виноград, тоже пользуются бриксиоцинком. Более распространенная ситуация – это дефицит кальция. Что хотелось бы отметить. Источником кальция, в принципе, наиболее дешевым и доступным является кальциевая силиндра. Но не всегда мы ее можем вносить, не всегда она работает. Хотя это замечательное удобрение, которое вносится под корень. Дело в том, что когда растение испытывает стресс, вызванный высокими температурами, засухой, кальций не поступает через корневую систему в растении, не доходит до плода. То есть мы можем вносить кальциевую силиндру, но, к сожалению, она не поступит к растущим листьям. Связано с транспортом кальция в растении. Растущие листья перераспределяют кальция таким образом, что его поступает меньше в плод, больше в растущие листья. В результате возникает так называемая шинная гниф. Часто это происходит, когда очень резкая разница в ночных и дневных температурах. Жара на улице днем, но к вечеру она сильно падает. Вот такой дисбаланс приводит к дефициту кальция. И проявляется он в виде вершины нели. Мы часто теряем, экономим на кальции, на невнесении кальция, я не знаю, может быть, 200-300-500 тысяч гривен на гектар. Но теряем 30-40-50% урожая. Очень часто такое происходит. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...